Эти добрые люди Худуном ходила земля С воем и свистом летели снаряды трехдюймолог С глухим стоном тяжелые взрывы сливались в одну страшную симфонию Так описывает артподготовку к русскому наступлению В июне 1916 года один из участников знаменитого Брусиловского прорыва Первая мировая Главное сражение 16-го года Битва под Верденом и русское наступление на Юго-Западном фронте У нас в гостях историки Андрей Курчинин и Андрей Марыняк Здравствуйте Добрый день Андрей Курчинин Военный историк, научный сотрудник библиотеки фонда «Русское зарубежье» Автор книг и публикаций, в том числе генерал Слащев Крымский и генерал Каледин Андрей Марыняк, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела библиотеки фонда «Русское зарубежье» Автор книг и публикаций, в том числе генерал Краснов в сборнике «Белое движение», исторические портреты и служба, быт и традиции императорской гвардии в начале 20-го века Рубеж 15-го и 16-го года Это время, когда для стран Антанты, которые ведут коалиционную войну, но войну разобщенную по двум фронтам, по двум театрам даже войны, западному и восточному Становится очевидной необходимость координации действий, очевидно, не только теоретически Теоретически, конечно, всегда понимают, что лучше воевать всем вместе, чем всем по очереди Ну и возникает ощущение такой просто насущной уже потребности в том, чтобы действия на этих двух разделенных и удаленных друг от друга театров были скоординированы намного лучше Вот с этим были связаны и конференции межсоюзные, которые затем уже в рамках каждого из театров получали продолжение в стратегическом планировании каждой из сторон западного или восточного театра То есть получается, что к 16-му году только была выстроена стратегическая координация между странами Антанты? Ну, фактически да, но следует заметить, что за 15-й год, в общем-то, оформились более-менее окончательно основные участники войны практически до ее конца То есть, наконец-то, к центральным державам присоединилась Болгария, и блок центральных держав окончательно оформился А, соответственно, на стороне Антанты выступила Италия, в общем-то, тоже последняя из великих держав, принимавших участие в войне, бывших на европейском континенте В феврале месяце начинается германская атака на Верден Немцы начинают применять свою тактику войны на измождение противника То есть, когда раз за разом в одном месте атакуют меняющиеся части В общем, французы эту тактику принимают В результате под Верденом начинается просто мясорубка, когда дивизии сгорали за день То есть, благо, позволяли пути сообщения западного фронта С утра или в ночь дивизия подвозилась на фронт, а вечером ее остатки, причем действительно уже остатки, потери составляли Например, германских дивизий приближались почти к 100%, выводились в тыл на переформирование И, в общем-то, на протяжении нескольких месяцев под Верденом шла эта мясорубка И германский кулак не смог проломить французскую оборону, он ее лишь продавил Но, с другой стороны, французы уже не смогли наступать Они были целиком увлечены этой мясорубкой, которую навязали им германцы И наступление на французском фронте реально так в 16-м году и не состоится Здесь надо пояснить, конечно, почему был выбран Верден, потому что там образовался выступ И если были бы разгромлены окруженные французские дивизии, оборонявшие этот участок фронта Открывался прямой путь на Париж и фактически решался вопрос о капитуляции и выводе с Франции из войны Поэтому германское командование приняло стратегическое решение, во что бы то ни стало, быстро решить вопрос Сосредоточив на узком участке 15 километров фронта, основные силы Но они прочитались Да, и на самом деле я бы даже сказал, что несмотря на такое стратегическое значение Вердена Неоспоримое и географическое значение его Все-таки эти вот французские просьбы о помощи или просьбы, как обычно, об ускорении наступления Об ускорении разворачивания и подготовки русских войск Восточного фронта Они диктовались, по-моему, в большей степени все-таки таким психологическим эффектом Вот этой вот развернувшейся грандиозной бойни Не тем, что как-то вот существенно треснул фронт Не тем, что там началось какое-то там серьезное отступление Или что немцы действительно снова там, допустим, проломили бы французскую оборону И вышли бы на прямую дорогу к Парижу Это могло бы произойти, но этого еще не происходило Но в то же время вот эта жуткая картина действительно уничтожаемых за сутки дивизий Вот она, скорее всего, все-таки люди-то живые, даже если они главнокомандующие фронтами и армиями Она вот, я думаю, все-таки оказывала такое подавляющее действие И, наверное, действительно побуждала к тому, чтобы подталкивать своих союзников, русскую армию К, возможно, более скорому разворачиванию своих действий Битва при Вердене шла с 29 февраля по 18 декабря 1916 года Одно из крупнейших сражений Первой мировой войны на Западном фронте Полномасштабное наступление немцев под Верденом, французской крепостью, успехом не увенчалось Фронт продвинулся лишь на 5-6 километров вглубь Однако наступление остановлено не было Сражение под Верденом вошло в военную историю еще и под названием Верденская мясорубка Настолько огромными оказались потери сражавшихся сторон Германские войска потеряли 280 тысяч человек убитыми и ранеными Французские – 315 тысяч человек У германцев была надежда, что они смогут переломить ситуацию И что у французов просто быстрее сдадут нервы А немцы вообще не первый раз, по-моему, за мировую войну ставят Но если не все на карту, то, по крайней мере, делают ставки такие достаточно рискованные Это и 14-й год открытия войны на два фронта и надежда на Блицкриг Это и 15-й год перемещения основных усилий на Восточный фронт С надеждой, что они выведут сейчас Россию из войны и ее сокрушат Но вот начало 16-го вполне возможно, что это такая же ставка То есть если в России фронт более или менее стабилизировался То есть уничтожить русскую армию не удалось Великое отступление русской армии остановилось То нужно ударить теперь в другую сторону И действительно со всей присущей германской военной мысли В военной школе настойчивостью, упорством и целеустремленностью Стараться довести это дело до конца В какой-то момент можно или нельзя было остановиться и раньше, допустим, сделать вывод о том, что потери-то эти может быть и чрезмерные Что может быть и напряжение, это сил государства, вообще говоря, не безмерно Но, опять-таки, слишком затягивать войну для немцев тоже было гибельным Потому что ресурсы просто государства были ограничены И им нужно было вообще чем-то снабжаться И как бы вот все новые и новые компании там вот 16-го, там впереди 17-го, а впереди, может быть, 18-го года Они, в общем-то, грозили германской экономике и сельскому хозяйству таким перенапряжением сил Которое просто рано или поздно не позволило бы им вести войну И поэтому, да, наверное, немецкие ставки были рискованными Но, пожалуй, что это был риск, который имел, если не оправдание, то, по крайней мере, все-таки мотивировки Немцев, безусловно, подталкивало то, что по состоянию на начало 16-го года Они просто считали русскую армию фактически выключенной из войны То есть, что русская армия не сможет восстановиться И, по крайней мере, в течение 16-го года за свой Восточный фронт можно совершенно не беспокоиться В общем-то, в течение года русская армия оказалась способна к наступлению, к удивлению немцев Но, с другой стороны, все-таки приходится отметить, что немцы смогли достаточно успешно эти попытки парировать И, в общем, катастрофы на Восточном фронте они не получили А возвращаясь к французам в противовес повторению немецкой тактики на протяжении годов Так у французов здесь, возможно, сказалась национальная впечатлительность Плюс опыт 14-го года, когда можно было бы обратиться к России за помощью И Россия, сломя голову, бросается, соответственно, на помощь союзнику Фактически, как и в 14-м году, в самом начале войны Эмоциональность, восприятие во многом с определенными элементами паники германского наступления Представление о том, что немцы уже нависли над Парижем, того глядя, они возьмут Париж Опять просьба к России, ну и опять, в общем-то, русская помощь Ну, кстати, в каком-то смысле эта ситуация повторится для центральных держав против нашего Юго-Западного фронта Когда австрийцы, тоже получив весной сильнейший удар Хотя, может быть, это и не стало все-таки той катастрофой, какой могло бы стать Они, в общем-то, тоже начинают, если не паниковать, то, по крайней мере, очень-очень волноваться И немцы вынуждены подпирать их фронт своими корпусами В общем, даже более того, чем подпирать Наконец-то германскому командованию надоедает эта ситуация вечного спасения своего союзника И, в общем-то, главное командование на востоке переходит целиком в немецкие руки Генерал Гинденбург уже начинает отвечать фактически за весь Австро-Германский фронт От Балтийского моря до Буковины Пауль фон Гинденбург, генерал-фельдмаршал, главнокомандующий немецкой армии в 1916-17 годах В начале войны Гинденбург командовал войсками в Восточной Пруссии Где погибло несколько корпусов царской армии Эти успехи создали славу Гинденбургу В честь его один город в Восточной Пруссии был переименован в Гинденбург С 1925-го Гинденбург президент Германии 30 января 1933 года Гинденбург передал власть в руки фашистов Поручив Гитлеру формирование правительства Еще вот эти массовые потери вызваны тем, что вроде бы менталитет еще был старый А средства уничтожения массового, ну по тем масштабам, уже были новые То есть это пулеметы, это применение тяжелых орудий на узком участке фронта Концентрированные удары, корректировка огня с использованием авиации Или еще дополнительных средств Вот насколько можно говорить о техническом, военно-техническом аспекте вот этого сражения Как беспрецедентном Потому что, с одной стороны, много применялось, с другой стороны, после того описания подготовки, который был в начале нашей программы Войска пошли, но сопротивление-то они встретили, и атака фактически захлебнулась Ну, психология, в общем-то, надо сказать, что к 16-му году уже в воюющих армиях поменялась Тем более на Западном фронте По крайней мере, те, кто еще не успел за 16-й год, ее сменили Но Верден действительно беспрецедентная операция в плане концентрации именно тяжелой артиллерии на узеньком маленьком участке фронта То есть там действительно выбрасывались громадные массы снарядов в течение суток Вполне сопоставимые с запасами мирного времени для армии, вступивших в войну Но, тем не менее, результаты это не давало, потому что за 15-й год более-менее восстановилась ситуация с артиллерийским снабжением у французов и англичан Они смогли давать адекватный ответ И фактически под Верденом перелопачивались вот эти вот остатки укреплений бетонных Верденской крепости И воронки земли, по которым там действительно Если есть поговорка, что снаряд два раза в одну воронку не падает То под Верденом, я думаю, это было много ждать Ну, кстати, само по себе тогда появляется уже расхожее выражение Верденская норма снарядов, как обозначение некого большого количества То есть слово Верден уже становится почти нарицательным в данном случае Хотя надо и то сказать, что Верден это все-таки действительно было крепостью И крепостью серьезной, построенной в мирное время С использованием всех на тот момент технических каких-то средств фортификационных И в общем спланированной достаточно серьезно, хорошо и вдумчиво И в этом смысле гораздо более показательно то, что на русском фронте Где стороны сидели в укреплениях сооруженных в течение каких-то месяцев своими силами Из-за земли и дерева, да, там лопаты, да, с помощью топора и лопаты И тем не менее все равно там, даже там и даже до достаточно мощной артподготовки Не уничтожали окончательно обороняющихся Немцы с этим столкнулись в 15-м году, когда они пытались проламливать русский фронт Под горлицами и дальше в своем наступлении Ну, нам, наверное, с этим пришлось столкнуться во время весеннего наступления Брусиловского наступления У меня есть небольшой такой личный опыт Я был под Реймсом, где русские воевали в свое время части И вот я видел эти укрепления Ну, это, конечно, не верден, но частично понятно То есть это глубокие шахты, укрепленные стены И если даже внешняя какая-то инфраструктура разрушается То внутренняя подземная остается И поэтому, когда вот этот вал огня вроде бы проходит Восстанавливается, идет пехота, она встречает сопротивление Хотя, с другой стороны, здесь есть еще психология защитника Который, даже если ему этот вал огня не приносит непосредственных повреждений Потому что укрепление достаточно серьезное и достаточно хорошее То все равно выдерживать такую канонаду психологически, это очень тяжело А почему операция длилась так долго? Ну, неужели нельзя было понять, что проломить не удается? Нужны фланговые удары или другие какие-то решения? То есть зачем нужно было применять такую лобовую прямолинейную Как вроде кажется на первый взгляд тактику? Ну, фланги-то, фланги еще нужно еще и найти, еще и обойти Да еще как бы не проломить те же самые фланги Так что при сплошном фронте Западного театра Великой войны Такой вот поиск флангов, он был сам по себе достаточно затрудненный И по большому счету и 16-й, и 17-й, и 18-й год там проходит все-таки стратегически под знаком поиска прорыва Возможности для прорыва Но все равно стратегическая инициатива исходила от немецкой стороны Французы оборонялись Ну, они также переходили в наступление по тем же Верденам Тут, в общем-то, почему так долго это продолжалось? Потому что обе стороны проявили завидное упорство Но ни одна в итоге не смогла добиться какого-нибудь крупного успеха Действительно, в общем, Верденская мясорубка, она выдохлась сама по себе Причем более-менее одновременно выдохлись обе стороны А ударять как бы по флангам Действительно, надо было сначала прорвать вражеский фронт А применительно, особенно, допустим, к наступлению бы французов Это было бы опасно, потому что немцы, в общем, были большими специалистами По ударам, по прорвавшимся соединениям Потому что прорвавшийся уже сам окружен Это одна из основных идей, вообще говоря, германской оперативной мысли Удар по флангам и тылу противника Двойной глубокий охват противника А когда мы видим ситуацию прорыва сплошного фронта То тут действительно фланги и тыл наступающие оказываются очень уязвимыми Какие виды вооружений, возможно, сыграли Или должны были сыграть ключевую роль Но в итоге, понимаем, что их не было Мы говорили об артиллерии То есть это крупный калибр Это снаряды, которые должны были пробивать бетонные сооружения Применялось ли химическое оружие? Использовались ли танки новые? Залили ли они что-нибудь? Или то, что мы называем сегодня пулеметный огонь? Безусловно, химическое оружие использовалось с 15-го года Как раз в 16-м оно начинает широко употребляться обеими воюющими сторонами Оно же как бы входит в обиход Его уже перестают воспринимать как что-то новое, небывалое и чудовищное Это тоже может быть один из таких итогов Великой войны Среди изобретений делались крупные ставки на новые виды вооружений В общем, обычно они не срабатывали В 15-м немцы сделали ставку на химическое оружие В общем, она не сработала К 16-му году все воюющие страны практически его используют Достаточно успешно И уже начинают ему искать какие-то противодействия Достаточно быстро научились этому противодействовать В 16-м году англичане делают ставку на изобретение танков Но первое применение, в общем, тоже особенного успеха не дает Как раз англичанам удалось ненадолго прорвать германский фронт После чего немцы закрыли прорыв И, в общем, уничтожили прорвавшиеся части Несмотря на их поддержку британскими танками, хорошо известными Первая в мировой истории танковая атака Была проведена в битве у деревни Флёр Близ реки Соммы 15 сентября 1916 года Планировалось задействовать 49 боевых машин модели МК-1 Но из-за низкой технической надежности этих танков В атаке участвовало только 18 боевых машин Остральные вышли из строя из-за неполадок Или застряли в болоте Тем не менее, участвовавшие в сражении танки Смогли продвинуться вглубь обороны на 5 километров за 5 часов Примечательно, что общие потери англичан в этой наступательной операции После танковой атаки оказались в 20 раз меньше обычных Благодаря применению танков В течение нескольких часов был прорван участок фронта Который не могли прорвать на протяжении нескольких месяцев Кстати, когда это название еще не вошло в русский язык Их называли, буквально переводя слово танк Их называли лохань Это даже в прессе такое попадается Вот фотографии новое оружие на Западном фронте Вот оно называют лохань Ну, с другой стороны, может быть, этим неповоротливым И не очень, на самом деле, сильным в бою машинам Вот, может, лоханям и подходило Как имя Авиация Роль авиации в новой войне Великой В новой великой войне Ну, авиация, во-первых, уже уходит от своего первоначального назначения Как исключительно разведывательного средства И начинается специализация В том числе и техническая по типам аэропланов Причем на всех фронтах То есть, если мы про Россию говорим То у нас был пример эскадры воздушных кораблей Сикорского или Амурминца Которые изначально было понятно Что они настолько мощные Что, конечно, они будут выполнять иные функции в бою Но, в принципе, в других государствах Уже тоже начинается разделение на Более легкие, маневренные, поворотные Поворотливые и, может быть, более легко Вооруженные истребители Как самостоятельный такой вот подвид оружия воздушного И на самолеты, которые уже будут нести Больший запас бомб или металлических стрел Для сбрасывания их на противника Так что здесь можем говорить, во-первых О такой вот появляющейся разделении на различные амплуа И осмысление опыта проходит Потому что действительно на уровне 16-17 года Появляется и у немцев наставление Рехтгофена По тактике воздушного боя Появляются и у нас работы Полковника Ткачева Который осмысливает опыт войны И дает некие рекомендации уже методические, если угодно Создаются специальные истребительные боевые авиагруппы Которые имеют целью борьбу с налетами противника Ну и кроме того, как и ко всему прочему Как и к артиллерийскому огню и к удушливым газам К авиации начинают, ну, в общем привыкать То есть начинают понимать, что да, вот есть еще и такое Что кто-то налетит, будут бомбить Причем бомбить уже более серьезно И если в 14-м году Во время В 15-м году во время вражеского налета На него там могли почти не обращать внимания И спокойно там на аэродроме разгуливать Или там продолжать чинить или готовить свои аэропланы То в 16-м в общем-то Это уже достаточно серьезный фактор Который действительно заставляет и укрываться И разбегаться, и строить какие-то укрытия И именно поэтому возникает необходимость Вот таких вот легких авиагрупп Которые будут именно противодействовать тяжелой Ну, в общем, уже, наверное, можно сказать почти Что бомбардировочной авиации противника Вообще в ходе Первой мировой войны Авиация как раз и выделяется Как отдельный новый род оружия Потому что, в общем, по-моему До Великой войны Ни одна из стран отдельно Вот авиацию не содержала Обычно вот в составе инженерных войск Как-то вот вдобавок К ранее имевшимся воздушным шарам Воздухоплавательным аппаратам А в ходе войны Она, в общем, отвоевала свое место под солнцем Да, отвоевала буквально в смысле слова Да, ну, понятно, что война уже Но все такое Военно-техническое уже И появляются военно-технические аспекты Как существенные Но вот будем в дальнейшем Говорить о Брусиловском прорыве Роль кавалерии В вот войне на Западном фронте То есть, ну, понятно, что Если идет противостояние на узком участке То здесь большие конные массы Не могут быть использованы Тем не менее Нет, на Западном она минимальна, конечно То есть, для Западного фронта Это, в общем, мне кажется, закат кавалерии Ну, при пулеметном противостоянии, конечно То есть, успеха не будет Это, наверное, укрепленные позиции Ну, плюс им негде было совершенно развернуться Конечно, когда перекопанные просто В прямом смысле слова Квадратные, там, сотни тысячи квадратных гектар земли Так Тут особенно, в общем-то, не поскачешь Другое дело, что часто говорят, что и на русском фронте Где возможности для маневра были гораздо большие Кавалерия не была использована надлежащим образом И это даже ставит иногда в вину русскому командованию Что оно вот не сумело так использовать Свой замечательный, на самом деле, рот оружия Потому что русская конница действительно была на высочайшем уровне Ну, тут уже, наверное, нужно смотреть конкретные примеры И, в общем, говорить о конкретных военачальниках Которые, так или иначе, не могли воспользоваться тем оружием Которое им было дано в руки Характеризуя как-то, может быть, в целом, конечно Операцию под Верденом Сражение под Верденом Складывается впечатление, что это было противостояние Изматывание друг друга Относительно бессмысленными вроде как потерями Но были этапы этого сражения Были определенные успехи с той и другой стороны Вот можно говорить о каком-то временном успехе, допустим Германского наступления в начале Или потом оно было переломлено С какого момента началась вот эта бессмысленная мясорубка, собственно В кавычках Ну, можно сказать, что практически с самого начала Хотя, да, первый удар германцев был достаточно успешен Они смогли захватить практически все форты Верденской крепости Но затем часть из них французы отбили И, в общем-то, началась именно борьба на каком-то узком участке фронта Действительно, в общем-то, который по диагонали Вполне перекрывался тяжелой артиллерией того времени То есть, в общем-то, орудия могли стоять на тех же самых позициях И, в общем-то, простреливать один и тот же участок На протяжении нескольких месяцев Так что, может быть, в этом и был ужас мясорубки Что в ней, в общем-то, не было явно выраженных этапов То есть, достаточно кратковременные и небольшие успехи Одной стороны тут же сменялись успехами другой В общем, борьба на протяжении месяцев за отдельные форты Которые переходили из рук в руки В которых гибли очередные гарнизоны То французские, то немецкие Действительно, продолжалось на протяжении всех месяцев Ценность операции превратилась именно в то, чтобы армия, страна выстояла Французы имеется в виду Или французы, или германцы Да и немцы, кстати, тоже Потому что обе стороны делали ставку на то, что неприятель сломается раньше Просто сломается морально Кончатся бесчисленные подкрепления, чтобы менять войска на фронте Возникнут беспорядки либо в армии, либо внутри страны Потому что на протяжении месяцев наблюдать, как десятки тысяч соотечественников Соответственно, чьих-то отцов, детей, братьев Гибнут и гибнут Вот на каких-то, в общем-то, 10-15 километрах В принципе, предполагалось, что народ, страна этого не выдержит Соответственно, либо французские, либо германские Но, однако, человек оказался крепче В общем-то, как перед войной считалось, что из-за того, что войну свыше шести месяцев Вести экономически невыгодно, а значит невозможно А тем не менее война продолжилась четыре года В общем-то Так же, как считалось, по-моему, норма 10% от населения, если вовлечено От мужского населения вовлечено в войну То это уже сверхнапряжение сил, которые страна вынести Или, по крайней мере, долго выносить не сможет Но, в общем, в ходе войны, по крайней мере, интегральным образом Это было и у французов, по-моему, и превышено Что тут еще такой был фактор Это, по-моему, это с Ферденом связано Когда для вывоза раненых и для вывоза от частей на отдых Использовали услуги чуть ли не французских, а не парижских таксистов Потому что это совсем недалеко Даже по сегодняшним меркам Вернее, по сегодняшним это совсем недалеко А по меркам того времени, даже по тем дорогам Это несколько часов езды В общем-то, больше этот рассказ про французских таксистов Связан с чудом на Марне 2014 года Хотя под Верден действительно их привлекали Потому что, в принципе, каждую ночь Под Верденом с французской стороны Да, я думаю, и с германской Шли вот бесконечные колонны автомобилей Как к позициям, так и от позиций Подвозя, соответственно, подкрепление Увозя раненых Ну, наверное, таксисты в этом тоже участвовали Да, но в мобилизации были автомобили очень большие И в этом смысле, я думаю, что да Что, как правило, происходило ночью? Такое впечатление, что эта мясорубка была круглосуточной Ну, ночью все-таки чаще боевые действия Или затревожащие такое огонь Стихали, потому что обеим сторонам Нужно было и пополнить запасы И убрать своих раненых и убитых Да и ночью двигаться, кстати, по перепаханной За день земли, вообще говоря, было не очень просто Тут даже просто технические возможности Для ночного наступления Они очень были ограничены Поэтому, как бы, боевые действия ночью Небольшими группами, они разовьются уже позже Какие были планы? Потому что ожидалось тоже и, так сказать, наступление На Восточном фронте Позже это получило название Брусиловская операция или Брусиловского прорыва Насколько это был плановый удар И сыграл ли он какую-то роль Вот именно в затягивании под Верденом И потом мы плавно переходим, собственно, уже к Брусилову Было решено то, что на трех союзнических фронтах Будут проведены наступательные операции И наступательные операции должны быть скоординированы Но германские действия, в общем-то, стали срывать Такие прекрасные планы Соответственно, наступление французов Не смогло состояться бы Было понятно уже по уходу Верденской операции На Итальянском фронте К моменту совещания в русской ставке 1 апреля 16-го года Главнокомандующих армиями фронтов Ситуация, в общем, тоже была достаточно тревожной Фактически С момента вступления Италии в войну Боевые действия, ведшиеся, в общем-то, в Альпах Между итальянцами, в первую очередь, австро-венграми Шли с переменным успехом Война в горах имеет свою специфику Очень затруднена Но в итоге в 16-м году Создалась реальная угроза Что после поражения итальянцев Австро-венгры таки спустятся на равнину И уже свободно потекут в итальянский сапог Поэтому с координацией было сложно Но, с другой стороны, русские, понимая Ответственность за общесоюзническое дело Волей-неволей получалось так Что основные наступательные действия Может предпринять именно русская армия Скажите, вот тема войны на истощение Введение войны на истощение Она, собственно, эта идея Она получила реальное подтверждение По итогам 16-го года То есть один из итогов Это, да, немецкая экономика И потенциал сильно были подорваны Не успехами, точнее, не было ничего Ничего не происходило Но изматывание имело место быть Насколько немцы отдавали себе отчет Что еще и ведение Не очень успешное ведение войны На Восточном фронте Совсем может изменить стратегическую ситуацию Что, собственно, потом и произошло Ну, во-первых, я думаю... В сторону Антанта по итогам года Явно качнулась Во-первых, я не думаю, что немцы Серьезно ожидали Каких-то крупных для себя неуспехов На Восточном фронте Или даже для австрийцев Во-вторых, ну, так вот, на уровне Военной теории Разделение войны на стратегии На стратегию сокрушения И стратегию измора Оно, в общем, уже к тому времени существовало То есть, как способ Такой принципиальной ведения войны На изматывание противника Это каким-то новшеством По крайней мере, с точки зрения Теоретической не было Искали тому Примеры Истории войн Искали полководцев Которые Были, по мнению Немецких теоретиков Непосредственно, так сказать, сторонниками Именно сокрушения Или именно измора И кроме того, мне кажется, что Здесь, опять-таки, вопрос Национальной психологии Психологии германского командования Я думаю, что у них была Очень сильная И, наверное, не беспочвенная Уверенность В стойкости И крепости психологии немца То есть, вот я думаю, что Они считали, допустим Опять-таки, наверное Ошибаясь в своем прогнозе Как то показывает Верден Я думаю, что они считали французов Более впечатлительными Более Не знаю Легковесными Легкомысленными Да, какими-то Более подверженными панике Колебаниями Я не знаю И наоборот Своего и солдата И тылового обывателя Они считали Ну, можно сказать Вот такой непоколебимой скалой Который будет выносить Все тяготы до конца И который Своего Более впечатлительного союзника Более впечатлительного противника Переиграет в любом случае Роль генерала Брусилова В планировании операции И насколько масштабно Вот она задумывалась Или это был Один из идеальных случаев Против полного воплощения Замысла Хотя на первом этапе Ну, с Брусиловым И планами Операции Если говорить О наступлении Конкретно Юго-Западного фронта Все как бы Не так просто Потому что Брусилов Назначается На должность Главнокомандующего Армиями Юго-Западного фронта Уже в 16-м году Как раз на рубеже Зимы и весны И в общем Первое, чем он начинает Заниматься Это не планированием Наступательной операции А интригами Против предыдущего Главнокомандующего Юго-Западного фронта Николая Иудыча Иванова Ну, соответственно Там компания Подобралась хорошая Потому что Начальник штаба Брусилова Генерал Калимбовский Пытался Интриговать против Алексея Алексеевича Брусилова Но планировать Собственно Было Первое время Некогда И некому То есть Были планы Заготовлены Еще ранее План наступления На Владимира Волынский И Ковель Которые Составлялись В штабе Восьмой армии В оперативном Отделении Полковником Махровым Потом Были доработаны Судя по всему Николаем Николаевичем Духонином Генерал-квартирмейстером В общем-то Их взяли За основу Но Брусилов Брусилов был человек Достаточно Чистолюбивый И Он стал настаивать На Как бы Увеличении задачи Для своего фронта В общем Ситуация Была Можно сказать Спорная Потому что Вот на совещании В Ставке 1 апреля Есть свидетельство Что Бывший Главнокомандующий Армия Юго-Западного фронта Генерал Иванов Чуть ли не со слезами Говорил о том Что он Брусилов Сейчас уничтожит Войска фронта В общем Действительно Войска Сражавшиеся С начала войны Войска хорошие Которые Только-только В общем-то После великого Отступления После этого Страшного погрома Стали восстанавливаться Вся кампания С начала войны Прошла перед глазами Генерала Иванова И в общем Он Реально болел Душой За Своих бывших Подчиненных Ну наверное В общем-то Зная Бывшего Командующего Восьмой армии Генерала Брусилова И То что он Готов В общем-то Пожертвовать Ради своих Планов Своей славы Человеческими Жизнями Часто Наверное Не всегда Оправданно На самом деле Вообще Вот Роль Брусилова На совещании В русской ставке Она Мне кажется Достаточно Странной И может быть Даже в чем-то Непоследовательной Им для этого Человека Да Брусилов 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 Имел Очень хорошее Представление О том Что ему хочется Сделать карьеру И как нужно Эту карьеру Делать Не случайно Брусилов Сумел Ну Может быть Не сам Лично Но по крайней мере Без него Тут тоже не обошлось Сделать себе Наверное Можно сказать Почти рекламу То есть Это был один Из самых Фотографируемых Генералов Это был один Из генералов Наиболее Чьи имена Были наиболее Известны И повторялись И в ТЛУ И в прессе В иллюстрированных Изданиях Но помимо Чистолюбия Которое Вообще говоря Военном человеке Пороком Никогда не считалось Брусилов Был человек Очень осторожный Вот здесь Очень характерно Такое Ироническое Прозвище Которое Было ему дано Потому что Вообще Мировая война Это время Когда Входит В обиход Всякого рода Сокращение Невозможно В телеграме Написать Главнокомандующий Армии Юго-Западного фронта Главкаюз Вот Главкаюза Брусилова За глаза Называли Главка-лис Намекая На его Какую-то Хитрость Осторожность Изворотливость То, что он Себе на уме Было и другое Еще более Оскорбительное Для военного Человека Прозвище Генерал Не Брусилов А генерал Трусилов Хотя В личной Храбрости Наверное Здесь Не нужно Как бы Сомневаться Не нужно Приписывать Брусилову Какое-то Молодушие Но то, что он Был человеком Который От Может быть Эйфории Связанной С первыми Успехами Мог в случае Неудач Переходить Просто Если не к панике То по крайней мере Глубокой депрессии И Начинать Там командовать Отход Отступления Останавливать Казалось бы Успешные наступления Из-за Осторожности Бросаться К начальству В общем-то Не то, чтобы В поисках Какой-то Защиты Или помощи Но по крайней мере Как-то Демонстрируя В общем Некую свою слабость И отсутствие Надлежащей воли Это в общем-то Тоже было известно И В том числе Из источников Которые Никогда Не предназначались Таких создателями Для какой-то публикации Так что тут Момент Там личного Сведения счетов Наверное Минимальный Наступление готовилось Долго И оно было отложено Алексеев Кстати Михаил Алексеев Принимал участие В том Чтобы отложить его И было на то Основание Вот И получилось так Что Получалось так Что вроде бы Как лето Надо вести Активные боевые действия А на юго-западном фронте Затишье То есть немцы Ничего не предпринимают Австрийцы Ничего не предпринимают Особенного Вот Я так понимаю Что Это было связано В том числе И с войной На западе То есть ресурсы Уходили туда Безусловно И требования союзников Ну или Давление Определенной степени Оказываемое на Российскую Российскую армию Русскую армию Заставило все-таки Принять это решение И Операция началась 12 июня Ну во-первых Ну во-первых Здесь для России Это было не лето А еще весна Потому что календарь Это был старый Так что по старому календарю До лета Все-таки Затишье не Дотянулось Но здесь еще Какие-то задержки Которые были Действительно В тот период Они могли быть связаны И даже в первую очередь Наверное были связаны С тем что Наступление юго-западного фронта Все равно должно было бы Иметь только вспомогательный характер Основной удар Должен был наносить Западным фронтом Генерал Эверт А вот он проявлял В данном случае Как раз Нерешительность Колебания Просил отложить Просил изменять сроки И Ну с одной стороны В общем Наверное Можно упрекнуть ставку Потому что Стукни кулаком по столу Прикажи наступать В конце концов Что же это такое С другой стороны В общем Ну а как Так вот Приказать наступать Человеку Который Не считает Что он сейчас Может наступать Это может привести На самом деле К последствиям Тоже не очень Даже приятным Здесь Винить Государя Верховного Гонкомандующего Или Алексеева Его начальника штаба Тоже наверное Особенно сильно не приходится Михаил Алексеев Российский военный деятель Генерал от инфантерии С августа 1915 По март 1917 Начальник штаба Верховного Главнокомандующего Императора Николая II Фактически Руководитель Всех военных действий Во время февральских Беспорядков В Петрограде Был готов К активным действиям По борьбе с мятежом Но после телеграфных Переговоров С руководством Думы И командующими фронтами Склонился к мысли О желательности Отказа императора От власти В марте Мая 1917 Верховный Главнокомандующий После Октябрьской Революции Участвовал в создании Добровольческой армии Планировалось Что главный удар Наносит Западный фронт Соответственно Северный И Юго-Западный По флангам Наносят удары Вспомогательные Но Из-за настойчивости Брусилова Алексеев Снимает С ударного Фронта Западного Как Соответственно Вооружение Боеприпасы Создавя прорыв Делал ставку На Более или менее Равномерные удары Практически всех армий Это выглядело Может быть Ересью Потому что Известная заповедь Добить нужно кулаком А не растопыли на пятерню А тут вроде как Пятерня Каждая из армий Она Бьет И как бы Неизвестно Заранее Не перенесен Центр тяжести Не сосредоточены Основные силы На основном На основном Направлении Кстати вот Алексеев по-моему Это не очень понимал И не очень этому Сочувствовал И считал что Нужно усиливать Восьмую армию Генерала Каледина Но в любом случае Чего Как мне кажется Брусилов не сделал Это следующего шага Вот как Когда В результате Этого наступления Австрийский фронт Треснул Вот в этот момент Нужно было Скорее всего Выбирать Какое направление Дальше Он считает Главным операционным Направлением И вот тут Вот уже на него Не в момент проламывания Ладно Тут можно говорить Пусть они там Боятся нас На всех участках Пусть там они Там усиливают Свою оборону Равномерно А то мы сосредоточим Силы А не сосредоточат Оборонительные силы Ладно Вот на момент Взламывания фронта Тактика Растопыренных пальцев Себя Ну по крайней мере Оправдала Даже если в нем Был определенный риск А вот дальше Нужно было решить Где и как Нужно наступать И вот тут Вот Брусилов Как военачальник Именно Главнокомандующий фронтом Он оказался Мне кажется Не на высоте Не готовы были Подкрепить Брусиловский прорыв Уже На уровне фронта Какими-то стратегическими решениями В итоге все Ну кроме прорыва фронта И поражения частичного Австрийских войск Да Да это конечно важно Но могло бы быть Гораздо серьезнее Ну вот чтобы как бы Не пройти Важный момент С самого начала В общем-то Говорить о брусиловском прорыве Именно о плане Брусиловского прорыва Не стоит Было действительно Спланировано Наступление Армии Юго-Западного фронта Причем задача Им была поставлена Четко И армии задачу Выполнили Занять Позиции Неприятеля И закрепиться На которых Неприятели Находятся в данный момент Действительно В первые дни прорыва Задача была Блестяще выполнена Но вернее Не прорыва А наступления Потому что Прорываться В общем-то Задача первоначально Не ставилась Для прорыва Не было никаких сил Наступления же Юго-Западного фронта Вполне Хорошо подготовлены Прекрасно выполнены В большинстве армий Как вспомогательное Наступление армии Для тяжкие Внимания И сил австрогерманцев От Западного фронта Действительно Было выполнено Прекрасно Но дальше Как говорится Аппетит стал расти Во время еды И соответственно И штаб Юго-Западного фронта Стал настаивать На том Чтобы действительно Производить прорыв Широкомасштабное наступление Хотя реальных сил На тот момент У него не было Надо заметить Что в общем-то И наступление Началось Когда фактически Резервов В армиях не было Где-то Выделялись Кавалерийские дивизии Где-то Две кавалерийские Одна пехотная Но в общем-то Для Первой мировой войны Для наступления Основная ударная сила Это конечно Пехота А больше Пяти полков В резерв Не смогла выделить Ни одна армия Что в общем Несерьезно Это резерв Который используется Не то что В первый же день А фактически Даже в первые же часы После начала наступления Но с другой стороны Наравне с Ростом аппетита Во время еды Командование Юго-Западного фронта И было подвержено Каким-то колебаниям И скажем Генерал Деникин Командовавший Тогда 4-й стрелковой дивизии Знаменитыми Железными стрелками Который Просто в силу своего Боевого темперамента И сам в общем-то Всегда практически Был в непосредственной Близости от боя Он даже вспоминал Что они больше всего Боялись Что их сейчас остановят Вот они уже идут На волне наступления Они уже В общем-то Немалой кровью И большими усилиями Они прорвали Неприятельские Там первую линию Вот они прошли дальше Вот они будут Вот они Они уже выполнили Свою задачу Они заняли Окопы противника Они уже Они готовы идти Они хотят идти дальше И больше всего Он боится Что из штаба фронта Придет приказ О том Что нужно остановить Наступление И на этот случай Вот даже Такой Очень интересный С точки зрения психологии Факт Он у начальника Штаба корпуса Своего Конфиденциально Спрашивает Если такой приказ Придет Можно я сделаю вид Что связь между нами Прервана Чтобы не смогли Остановить Применительно к вопросу Об остановке Наступления Которого боялись Строевые начальники В частности Генерал Деникин Это использовалось И Брусиловым Как давление Наверх В частности Он Сообщал Вставку Что он остановит Наступление До получения Определенных Подкреплений Которые Еще думали Давать Ему не давать Шел шантаж Тем что он остановит Наступательные действия Если ему Соответственно Не перебросят Войска Но Дело дошло До того Что Когда Стали Отказываться Все-таки От идеи Нанесения Главного удара Войсками Западного фронта К тому моменту На Западном фронте Снарядов Осталось На два дня Боев Фактически Фронт Был обескровлен Что еще Интересно Отметить Что Такое впечатление Что шло Главное общение Между начальником Штаба Ставки Генералом Алексеевым И штабом Юго-Западного фронта Во главе Соответственно С его Главнокомандующим Брусиловым Но как-то Другие О нем Не информировались По меньшей мере Информировались С какой-то задержкой Потому что Похоже Когда у Алексеева Созревает мысль Решение Уверенность О том Что надо Главный удар Переносить На Юго-Западный фронт Почему Своего Непосредственного Начальника Верховного Главнокомандующего Императора Он об этом Как-то Не информирует И в общем Есть некоторый Временный промежуток Когда Реально Войска Перебрасываются И усилия И планы В общем-то На Юго-Западный фронт А вот Император Обменивается С Эвертом Какими-то Телеграммами В полной уверенности Что в общем Основной удар Еще будет Наносить Эверт И в общем-то И сам Эверт В недоумении Так как В общем С него задачи Главного удара Никто не снимает А корпус За корпусом У него отбирают Тяжелые батареи Отбирают Снаряды Отбирают А собственно С чем наступать-то Итогом Иверденской Операции И вот На Юго-Западном фронте Фактически было Ну если вы Согласитесь Конечно Это Переход Стратегической Инициативы Путем Изматывания Противника Под Верденом Частично Там Битва при Соме И вот На Восточном фронте То что происходило На Юго-Западном Насколько эта Инициатива реально Все-таки Перешла И является ли Этим итогом Вот сегодняшней темы И сегодняшней передачи На Юго-Западном На русском фронте По крайней мере В результате действия Юго-Западного Перешла наверное Настолько Сильно Что это даже Принесло России Новые Проблемы Потому что Водушевленная Успехом Русских войск В весенне-летней Компании Румыния Приняла решение Вступить В мировую войну На стороне Антанты Чего на самом деле Русские военачальники Боялись Потому что Лучшая Нейтральная страна Чем слабый союзник А союзникам С военной точки зрения Румыния Была слаба И в общем Это не Составляло Никакого Секрета Изначально И Когда Румыния Уже считавшая Что вот Можно будет Делить Австро-венгерское Наследство Можно вот Уже вторгнуться Куда-то Ухватить для себя Какие-то Новые территории И вообще Получить Дивиденды С того Чтобы присоединиться К победоносной войне Вот она Радостно кинулась В этот омут Тут-то выяснилось Что в общем Плавать Румыния не научилась И Тут же начала тонуть И в результате Удлинился Русский фронт В результате Образуется Новый Румынский фронт И так что Такая вот Такой Перехват Инициативы Он вдруг Возумел Психологические Политические Стратегические Последствия Непредвиденные И пожалуй Даже нежеланные Но с другой стороны Здесь вот Психологический Эффект Прорыва И десятков И сотен Тысяч Пленных И колоссальные Кровавые Потери Австро-Венгерской Армии И того что Вся австро-Венгерская Монархия Оказывается Потрясенная Этим ударом Это все-таки Тоже сбрасывать Со счетов Нельзя Чаша весов Стала хоть Медленно Но уже Неуклонно Клониться На сторону Антанты И вот Может быть Для России Компания 16-го года Была сильным Ударом Сказавшимся В будущем Потому что Слишком Большие Надежды Возлагались На это Наступление Опять же Упоминалось Уже У Брусиловой Как Успешном Рекламщике Самого себя Как О популярной Личности Что Лишний раз Придавало Общий Интерес К этой Компании А в общем Надежды Не оправдались А Из-за того Что Реклама Была Успешной Сильной Внимание Было Привлечено Общее Тем Горше Было То Что Результаты Не соответствовали Ни в какой Мере Ожиданиям Пусть и Завышены На этом мы Вынуждены Закончить Анализ Событий 16-го Года Событий Первой морозой Войны Я благодарю Наших гостей За беседу А с вами Уважаемые Эти зрители Мы Увидимся Ровно Через неделю Как всегда Чтобы продолжить Наши экскурсы В историю В поисках Истины Всего доброго Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова